Обряды шаманов, резьба по кости, горловое пение. Сегодня в Краснодарске проходит День коренных народов мира. К нам приехали представители малочисленных национальностей из Таймыра и Венкии, из Якутии, Тюменской, Магаданской, Кемеровской областей, Хакасии и многих других регионов России. Началась программа с праздника, с научно-практической конференции. На ней исследователи, представители музеев и органов власти обсудили, как сохранять традиционную культуру и промыслы. Только в нашем крае проживает 159 национальностей. 27 из них относятся к коренным малочисленным народам. По словам министра культуры Елены Мироненко, для поддержки их образа жизни в регионе действует ряд краевых программ. Например, больше 2000 школьников изучают предметы на своем родном языке. Есть даже кочевые школы и детский сад. Но в ближайшие пять лет в крае появятся и особые этнодеревни, где можно будет ознакомиться с бытом северных народов. Есть и другие планы. Буквально сейчас мы подготовили проект распоряжения губернатора, который находится у него на рассмотрении, который будет учитывать в том числе и создание отдельных промысловых направлений, которые будут поддерживать тех ремесленников, которые трудятся в том числе и с точки зрения субсидирования, с точки зрения бизнеса, с точки зрения их продвижения и продвижения их сувенирной продукции, как одного из брендов Красноярского края. Я сейчас нахожусь в национальном костюме шорцев, которые мне любезно предоставлены Кемеровской областью. И видите, как это красиво. И чем больше таких элементов будет в нашей повседневности, в культуре повседневности, тем больше будет эффекта для всех нас. Но после научной конференции заработала выставка коренных народов. На ней можно было увидеть традиционную одежду, унты и декоративные изделия из рогов оленей и лосей. Здесь же гости из Якутии предлагали попробовать северные блюда. Лепешки из оленевого молока, соленую нельму, осетровую икру и холодец из оленевого мяса. Также для всех желающих прошли мастер-классы от народных умельцев. В Красноярсов учили делать амулеты и вырезать из кости. Мы в данный момент делаем оберег или амулет, можно сказать, на удачу, который делается очень быстро. В дорогу обычно к нашим кочевникам, мужчинам. Еще мы делаем семейные амулеты. Допустим, вот такие тапочки, любые торбасики, они сами у нас называются на Ивенском. Они должны быть всегда в паре. Также должны быть в паре и рукавички. Это не просто сувенир, это действительно оберег семейный. Даже молодым девушкам, одиноким парням. И через какое-то время они становятся уже совсем не свободными.